В основании велопешеходной эстакады на 10-й станции Большого Фонтана сегодня заложили капсулу. В событии приняли участие мэр Одессы и ветераны велоспорта. Протяженность уже соединенной трассы здоровья должна составить 15 километров от Лонжероны до 16-й станции Большого Фонтана. На реализацию проекта выделено 33 миллиона гривен. Точные сроки окончания работ пока не сообщаются. По словам чиновников, на ход строительства повлияли и погодные условия в марте, и в целом состояние склонов на Одесском побережье. Там есть местами, где действительно море подошло вплотную к подпорной стене, но, скажем так, нам надо немного подождать. Мы брали консультацию у экологов, и пока есть надежда на то, что море все-таки отойдет. Вы помните, как у нас были последний март и даже начале апреля, какие лежали снега. Это тоже сказалось на уровне моря. Давайте где-то до середины мая подождем. Никаких проблем с точки зрения обрушения подпорных стен мы пока не видим. Те, которые, правда, им уже около 50 лет, 40 лет, 50 лет. Они достаточно прочные, и каких-то разрушительных моментов нет. После строительства эстакады для реализации общего проекта «Объединенные трассы здоровья» по словам городского головы, важно прийти к взаимопониманию с другими застройщиками и арендаторами Одесского побережья. Отмечу, что часть эстакады будет проходить по территории, которая принадлежит Одесской юрокадемии и Международному гуманитарному университету. Коллективы двух вузов дали свое согласие на проведение строительных работ на этой территории. У нас достаточно проблематичными являются вопросы в районе Морской симфонии, Аркадии, Десятой фонтана. И та часть трассы здоровья, которая идет к 16-й фонтану. Вы знаете, что там построены многоквартирные большие дома, которым разрешили проезд машинам. Сегодня мы ведем переговор о том, чтобы там была выделена полоса, безопасная полоса для движения велосипедов. И те, кто будет на роликах или на других, сейчас сложно придумать, на чем только они перемещаются. Спасибо. Спасибо.